наша недельная глава называется беху катай начинаем обе хокатай если по установлению моим будете вы поступать и заповеди мы и соблюдать исполнять их то дам я вам дожди вовремя и земля даст урожай свой и деревья полевые дадут плод свой наши мудрецы говорят катайте леху имеется ввиду что вы можем не замечать заповеди маленькие в наших глазах кажется что не маленькие и как бы топтать их ногами но серьезно относиться к заводе которые мы понимаем что это важно вот так нельзя ничего упускать потому что мы даже не знаем какая награда будет за заповеди единограда будущем мире и нам мало известно каина рада знаешь что на ру знаю что этот мир не может вместить награду за исполнение заповедей поэтому вы должны ко всем заповедям относиться серьезно и сходиться будет у вас молодьба со сбором винограда когда закончится молодьба потом начнется сбор винограда чтобы не все сразу чтобы вы спокойно все делали чтобы не нас не навалилось сразу огромное количество работы сбор винограда сходиться будет севом и будете есть хлеб свой досыта и будете жить спокойно в стране вашей и установлю я мир стране и и когда ляжете никто не будет вас тревожить и изведу хищных зверей страны и меч не пройдет по стране вашей и будете вы преследовать врагов ваших и падут они перед вами от меча и пятеро из вас будет преследовать 100 человек а 100 из вас будут преследовать 10000 и падут враги ваши перед вами от меча то есть чем больше праведником людей которые живут по торе тем больше у нас сила если 5 праведников преследовать будет 100 человек то сто десять тысяч получается если 5 при себе каждый по 20 то если на 100 то будет преследовать по 100 то есть чем больше людей мы привлекаем изучение тора показывать своим примером что мы ведем жизнь которую всевышний хочет от нас тем больше у нас будет благословений и обращусь я к вам и расположу вас и размножу вас и укреплю союз мы с вами и будете есть давно запасены и старое убирать будет ради нового то есть у нас достаточно урожая с прошлого года но только для того чтобы освоить место для нового мы будем убирать из дома старого и установлю обиталища мое среди вас и не воздушается душа моя вами и ходить буду среди вас и буду вам всесильным а вы будете моим народом я бог всесильный ваш который вылаз из страны египетской чтобы не быть вам у них рабами и сокрушил я ярмо ваши и повел вас с поднятой головой прекрасную мы имеем вот такое начало хорошее всевышний просит нас соблюдать заповеди если мы скажем не нам не награды я не хочу я живу как я хочу не на меня трогать надо не хочу то нет у нас всего два варианта или награда или казнь или проклятие то есть нам нет ни на третьего еврейский народ принял сиатору даже только также и жить хорошей жизнью выбирают другое страдает вот так но если не послушайте меня и не будете исполнять все заповеди эти если установление моими пренебрегать будете если законами мои возрушается душа ваша так что не будете вы исполнять всех моих заводей нарушая союз мой то поступлю я с вами так и пошлю на вас ужас чахотку и горячку томящие глаза и мучащие душу и будете сеять напрасно семена ваши и сидят их враги ваши и обращу лицом и вам и будете поражены врагами вашими и будут власть над вами ненавистники ваши и побежите хотя никто не будет гнаться за вами если и тогда не послушайтесь меня то велючие наказание ваше всемиро против грехов ваших и сломлю гордыню могущества вашего и сделаю небо ваше как железо и землю вашу как медь и попасту истощаться будет сила ваша и не дать земля ваша урожая своего идея земли и дадут плодов своих если же пойдете вы наперекор мне не захотите слушать меня то поражу я вас семеро против грехов ваших и нашлю на вас зверей полевых и они лишат вас детей и стремятся от ваш и убивают вас и опусте и дороги ваши если после этого не исправитесь у меня и пойдете против меня то пойду я против вас и поражу я вас я всемиро против грехов ваших и наведу на вас весь счастье из-за нарушения союза и будете собираться в города ваши но не но не но наведу я на вас язву и будете преданы в руки врага когда всевышний разговаривается с давидом что за то что он приказал посчитать еврейский народ то что всевышний запретил то было предложено вот три вида наказания и три года голода или враг будет теснить в общем или пор будет в общем дави говорит лишь бы мне не попасть в руки человека самое страшное вот там выбрал морг в общем тоже это десятки тысяч людей погибли когда сокрушу вас опору хлебную то 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и возвращаться будут хлеб ваш весом и вы будете есть и не насытитесь то есть можно есть небольшое количество еды и насыщаться а можно есть еды много и не будешь сытым правец как зверя говорит что время войны он был голодный три дня не ел и потом ударе хлеб и он съел две буханки говорит еще и насытился даже так будет а если после этого не послушайте меня и пойдете против меня то в ярости пойду я против вас и накажу вас семеро против грехов ваших и будете есть плод сыновей ваших вот дочерей ваших будете есть то есть одно утешение наши мудрецы говорят что это уже было действительно в сумасшествии и русарин был окружен и матери в сумасшествии ели своих младенцев до чего это дошло и уничтожили возвышение ваши и разрушу солнечные кумир не ваши это храмы и два поклонческие видно и поверну трупы ваши на распавшиеся идла в ваших и вознушается душа моя вами трупы на идола упадут действительно и пророке стоит что пророк говорит ребенку был голод люди умирали от голода и он говорит ребенку говорит давайте научу молитве ты помолишься и будешь спасен от голода и выживешь повалиться я тебе скажу он говорит никогда и он поцеловал идола который был в руке и упал мертвый на этого и дала и умер так столько мужа по грязи вида поклонцы да и врачу города вашим пустыню и опустошу святилище ваши и обонять и стану благоухание жертв ваших и отпустошу я страну вашу и изумятся и враги ваши которые поселятся в ней а вас россию я между народами и обнажу меч след вам и будет страна ваша пуста и города ваши будут руинами и тогда возместить земля субботы свои во все и запустение своего когда будете вы в стране врагов ваших то будет покоится земля и возместить себе субботы свои то есть мы действительно после того как на вазарадан по приказанию на выходница разжег яроссорим уничтожил и 70 лет мы жили в вавилоне его выгнали кто не погиб чем потом все вышли нас пожалел отправил назад и наш мудрецы говорят за вот эти 70 лет шмиты юбилейных годов которые мы не соблюдали за 430 лет нас постигло это горе земля восместила свои субботы интересно наши пишут что эти 430 лет которые мы не соблюдали это не подряд были все четыреста лет написано что после того мы начали дели землю начался счет субботник юбилейных лет при его шоу и по эта часть мы соблюдали потом нет в общем 390 лет мы всем народом и выполнили эту заповедь 7 года юбилейного потом выполняли потом отделилась израильское царство это иудейского потом если потерянных колен ушли мы не знаем что с ними сталось и уже ответственно было колено и воды на соблюдение готовы юбилейные года шмиты и 40 лет колено и воды тоже не оправдала доверие всевышнего и получилось за вот эти вместе с изложить эти годы те то 430 лет получилось из них 60 чем-то лет было году шмиты и остальные были юбилейные годы чем поэтому так случилось с нами во все дни запустения своего будет напокоиться сколько не покоила свободные годы ваши когда вы жили на ней а что до оставшихся из вас то в силю в сердце их робость странных врагов их и будет преследовать их шелест колеблющая шереста и побегут как в бегстве от меча и падут хотя никто не будет гнаться будем бояться даже шелеста колеблющая листа исполкнуться друга друга как от меча хотя не переследует никто и не будет у вас силы противостоять врагам вашим и погибните среди народов и пожрет вас страна врагов ваших оставшиеся из вас будут страдать за вину свою в странах врагов ваших и за вину отцов их с ними они будут страдать тогда признаются они провинности своей и провинности отцов их или измене их когда изменили мне в том что шли наперекор мне и я пойду наперекор им и веду их страну врагов их и тогда покориться непокорное сердце и тогда и скупят они вину свою то есть пока мы не настрадаем ся уже что будет нетерпимо то всевышний вспомнит нас и спасет было в египте когда мы возобили всем народом до вспомнился сильный свой союз и вывел нас из египта и победил наших врагов все он это сделал и вот то же самое дальше исполния союз мы с яковом и союз мой сяцхаком и союз мой саврагамом и страну вспомню так как страна это будет оставлено ими и возместит свои субботние годы запустение от них и искупят они вину свою что презирали законы мои и установлениями моими гнушалась душа их но при всем этом когда будут они в стране врагов своих не станут они мне отвратительны и не вознушаюсь ими до того чтобы истребить их чтобы нарушить союз мой с ними ибо я бог все сильный их и вспомни я для них союз предками их которых я вывел из страны египетской на глазах народов чтобы быть им всесильным я бог вот установление законы и наставление которое установил бог между собой с нами израиля на горе сина и через машин и говорил бог обращаясь к машин так говорит сынами израиля и скажи если кто-нибудь по обед посвящает какую-либо душу богу пациент что это такое мы хотим помолиться за себя или за человек кого-то мы хотим помолиться пожалуйста вот есть оценка сколько нужно отдать коинам денег чтобы молитва была защита так все вышли сказал то при оценке мужчины в возрасте от 20 до 60 лет оценка должна быть 50 шекелей серебряных шекелей священных можете представить сколько это 57 шекелей серебряных священных то есть обычный шекель 10 огород священный шекель 20 метгера 20 огород это получается 50 как 100 обычных шекелей а как мы можем эту цену вообще всем это можно сравнить то пишется что стоимость раба тура пишет 30 серебряных шекелей если пил бы крово раба чужого то на 30 шекелей серебра возместить то есть на 100 можно купить трех рабов и еще эти стоят 10 шекелей если выкуп первенца стоит 5 шекелей вот можно еще первенца выкупали чем огромнейшая сумма и наши мудрецы говорят что чем это можно сравнить что такое 100 шекелей если а врагам хочет похоронить цару жену свою и просит пещеру у эфрона хетта стоимость пещеры как говорят наши дарабанан 25 шекелей серебряный эфрон просит 400 шекелей то есть воспользовался ситуацией из-за этого потерял букву условия то есть он пострадал потом из-за этого но поиск ситуации берется врагам а 16 раз больше сумму то можем себе представить вот 25 шекелей стоит пещера с полем и деревьями пахтила то здесь надо таких шекелей этот стоп вот если хочешь помолиться огромную сумму как человек выздоровел всевышний не требуется мы себя плохо вели и не надо это молиться вот и такие суммы находить что молитва помогала видите себя хорошо и вас не надо вообще знать сколько это стоит все но если если мы желаем чтобы наша молитва была услышана вот сами виноваты вот отвечайте там а если это женщина то оценка твоя должна быть 30 шекелей и это это возраст от 20 до 60 лет а если оцениваешь человека в возрасте от 5 до 20 лет то оценка твоя мужчине будет 20 шекелей а женщины 10 шекелей а если возрасте 1 месяца до 5 лет то будет оценка мужчине 5 шекелей серебра женщине оценка которая должна быть 3 серебряных шекеля а если от 60 лет и старше то оценка твоя мужчине должна быть 15 шекелей а женщине 10 шекелей если же он слишком беден для такой оценки твоей то пусть предстанет он перед коином и оценит его коин соразмерно с застоянием давшего обед оценит оценит его коин а если это скот из которого приносят жертву богу то все что чек отдаст из этого скота богу должно быть свято то есть человек когда просится кого-то можете еще и это получается обед он дает эту сумму которую здесь называет он должен сказать что он даст если он не дал то это очень плохое дело сена ликвай ликвай проклятие мы не должны всего лишь никаких обетов давать тора нас не оставляет и делать но кольчик дает обед он обязан это выполнить нельзя ему выменивать его и заменять его хорошие плохим или плохое хорошим а если станет заменять скотину скотиной то и она и заменой и будут святыни есть же это какая-нибудь скотина нечистая какой не приносит жертву богу то пусть представит скотину коину допустим осел или верблюд домашнее животное кошерное и оценит ее коин хороша она или плоха как оценит ее коин так и будет если тот человек намерен выкупить ее то пусть прибавит он пятую долю оценки твоей а если кто-либо посвящает свой дом святыню богу такой он должен оценить его хорошим или плох как оценит его коин так и будет если же посвятивший захочет выкупить свой дом то пусть прибавит пятую часть серебра оценки твоей и будет дом его а если человек посвятит поле из собственного владения богу то оценка твоя должна быть по мере посева его запасил хомера и очменя 50 серебряных шекелей то есть имеется ввиду вот количество жертв как всевышний бирже есть от юбилейного года посвятит кто-либо поле свое то как оценишь так и будет если же поле юбилея посвятит если же по после юбилея посетит кто-нибудь поле свое такое должен рассчитать серебро по мере лет оставшись до юбилейного года и пусть это вычтется из оценки твоей если же захочет выкупить поле посвятивший его то пусть прибавит он пятую часть серебра к оценке твоей и останется она за ним если же он не выкупит поле если поле продано другому человеку она уже больше не может быть выкуплено и станет на поле при отходе его бюлейный год святыни богу как поле посвященное коэну достанется нового владения а если поле купленное не из полей его владения кто ему посвятит богу то коэн должен рассчитать ему оценку до юбилейного года и должен отдать деньги по этой оценке в тот же день посвящение богу юбилейный же год возвращается поле тому у кого он купил его кому приезжать ожидать кладение той землей всякая же оценка твоя должна быть по шекелю священному вес 20 монет гера должен быть в шекере первенцы же из кота принадлежавшего первородству богу никто посвящать не может быть кто или баран он принадлежит богу то есть первенец то не наше животное родился первенец бык допустим или баран то его мы отдаем коэну первосадим приводим если же это животное из кота нечистого то следует выкупить его по оценке и добавить не пятую часть ее если же она не будет выкуплено то следует продать его по оценке всякое же посвященное что посвящая человек богу из какой-либо собственности своей человека ли скотину ли или из поля своего владения не продается и не выкупается всякая посвященная святая святых предложит она бог всякий чек из осужденный на смерть не может быть выкуплен смерти будет предан всякая же десятая часть земли из семян земли из плодов дерева предлежит богу это святыня бога если же кто-нибудь захочет выкупить что-либо из десятины своей то пусть прибавит к этому его пятую долю и всякую десятину из крупного и мелкого скота все что проходит под посохом десятым следует посвящать богу нельзя разбирать хорошее 0 и плохое нельзя заменить заменять его если уж заменит его то и она и замены будут к святыне и не может быть выкуплено человек отделяет десятины скота делает узкий проход животные по одному проходят и каждое десятое надо наметить краской что вот это вот каждое десятое животное человек не хочет его отдавать хочет вместо него взять другое животное то тогда придется дать и то что десятое то что ты хотела тем заменить все пережить всевышний так вот западе которые бог заповедал машет для сынов израиля на горе сина на этом глава биху кота и заканчивается кто хоть что-то рассказать сказать спросить не стесняйтесь пожалуйста читаем кафиц хаем кафиц хаем любите делать добро ежедневные уроки вы не отдавать уроки рава фишера шехтера по книге хафиц хаем агават хэссет перевел на русский язык италия спинады день 21 21 тиши 21 нисан агават хэссет раздел 2 глава 6 утверждение брав сегодня пожертвую время или деньги на поддержку изучения торы человек молится о своих нуждах обращается к творцу за поддержкой и пропитанием надеется что он позаботится о нем кажется эффективность молит зависит от бога но это не совсем так кто просит тот и определяет насколько ашем удовлетворит его просьбу как он сам заботиться о других так ашем позаботиться о нем кафиц хаем цитирует мидраж шохер тол 65 который учит как человеку добиться ответа над своим просьбой по словам бен азая и рабы и акивы кто делает добро услышит ответ на молитвы сети для себя по справедливости жните по милости распашите землю целинную ибо время искать бога пока он пока не придет он и научит вас правде твой про ошер 10 12 кто хочет добиться от творца любви и заботы получит их если вносит в мир хэссет удел который он обретает благодаря доброте больше если человек которому он помогает сам занимается торой и делая добрые дела а ведь скаи объясняет что помогая ему он позволяет ему продолжить свою деятельность большая заслуга того человека который изучает тору и делает хэссет становится кредитом для того кто ему помогает а потом у него будет достаточно заслуг чтобы получить место в небесной академии среди ученых и мудрецов не благодаря его учению благодаря хэссету который прокладывал путь ученым и мудрецам чтобы они смогли выполнять свою задачу он будет купаться в том же бесконечном и теплом свете что и они а его заслуги говорится в талмуде сахим 53b который цитирует фразу к гелецем 12 ибо под сенью мудрости как под сенью серебра и объясняет кто использует средства правильно награждается так как тот кто использует ум по назначению кто поддерживает ученого торы создает связь могучей силой божественное присутствие и башем он твой бог огонь пожирающий творим 424 но огонь не пожирает того кто приближается к пламени учение мудреца торы талмуд тубот 111 б говорит что связь с ашхиной осуществляется благодаря жениби на дочери такого ученого или помощи ему чтобы он смог спокойно сидеть и учиться ответ на молитвы близость к мудрецам и ученым на небе связь с его присутствием все это награды на которые обычному человеку не стоит рассчитывать но кто отдает жизнь хэссаду может по праву на это претендовать на сегодня наш урок заканчивается всем браха парнасакова намазал том что мы это часть не решили изучали тору всем все самое наилучшего шаббат шалом до встречи в понедельник блин и дар в час дня спасибо джаз